В эфире Народные новости в студии Евгения Байбикова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Активное деловое общение. Делегация Мордовии работает на международном форуме «Россия – Исламский мир». Мастер «Саранск» встретит специалистов в сфере земельных отношений со всей страны. Шанс на восстановление. Всего за две недели неравнодушные жители республики собрали средства на реабилитацию пострадавшего в аварии юноши. Это у них семейное знакомство с участниками всероссийского проекта продолжается. 14 мая в Казани стартовал 15-й международный экономический форум «Россия – Исламский мир» «Казанфорум-2024». В столицу Татарстана прибыли представители более 80 стран организации исламского сотрудничества. Форум должен стать площадкой для укрепления связи и обмена опытом между Россией и мусульманским Востоком. В Казани сейчас находится и делегация из Мордовии во главе с Артемом Сдуновым. Работу на форуме 16 мая она начала с осмотра стенда республики. Подробнее расскажет Ирина Радайкина. На стенде Мордовии в Казани свою продукцию представили ведущие предприятия и компании региона 13. Произведенные в республике товары потенциально привлекательны для стран исламского мира. К примеру, новая разработка компании «Верстаков». На форуме производитель промышленной мебели представил передвижную ремонтную мастерскую. Спектр ее применения самый широкий. Сельское хозяйство, дорожное строительство, военные цели. Технические возможности мастерскую оценил глава Мордовии. Сюда укладывается все необходимое для ремонта. Каждая мобильная мастерская комплектуется необходимым инструментом согласно подготовке. Здесь открытый национал. Вот. Под конкретные беспилотники, ну или другую военную, или гражданскую часть. Символично, что промышленные мощности 13-го региона на выставочном стенде продемонстрировали 13 компаний. То, чем Мордовия известно больше всего – кабельная и светотехническая продукция. Свои разработки показали ведущие производители кабеля – «Оптик Энерго» и «Саранск Кабель». Вторую сферу представили научно-исследовательский институт источников света имени Ладыгина и «Рефлакс-С». Рассказали о своей продукции также флагманы строительной отрасли региона – компаний «Лата», «Виолет» и «Плайтера». У всех производителей поставки налажены не только внутри страны, но и за ее пределами. Мы постоянно экспортируем нашу продукцию в Беларусь, в Казахстан. Это наши страны, мы их почти не отделяем от себя. У нас и Китай покупает наши лампы. Теплицы, улицы – все это понятно. А они наши лампы покупают, тысячеватные лампы, оборудуют траллеры и ловят на них рыбу. У нас есть хорошая перспектива, и более того, мы надеемся здесь найти не только покупателей нашей продукции, но и деловых партнеров, с которыми мы могли бы строить новые производства по всему миру. Мы предлагаем комплектные системы для внутренней отделки стен, помещений, потолков, модульные дома, двери. То есть та продукция, которая всегда востребована в строительстве, та продукция, которая интересна, и та продукция, которая нашим ближневосточным партнерам, нашим партнерам из других регионов, из Африки, возможно, будет необычно, возможно, будет открывать для них новые строительные горизонты. Мы поставляем в США, в Китай, в Казахстан. Хотим расширить наши территориальные поставки за счет подобных выставок и предоставить возможность для наших заграничных партнеров приобретать нашу качественную панеру. Продукты халяль, современная мордовская мода, украшения из эпоксидной смолы и многое другое. Производителям из республики есть что показать гостям форума. Визитная карточка Мордовии «Мореный дуб» также украсил стенд. Сразу несколько компаний привезли из республики свои лучшие изделия из редкого природного материала. Особое внимание к себе приковал необычный футбольный мяч – наследие чемпионата мира по футболу. Он выполнен из моренного дуба и металла и покрыт кристаллами Сваровски. Сувениры и подарочные изделия из черного алмаза со дна мордовских рек не оставили равнодушными посетителей стенда. А значит, бренд республики имеет шансы завоевать популярность не только за пределами региона, но и за границей. Ирина Радайкина, Народные новости. Тесное сотрудничество. Мордовия налаживает экспорт с Объединенными Арабскими Эмиратами. На полях 15-го Международного экономического форума «Россия-Исламский мир» «Казанфорум» Артем Сдунов провел рабочую встречу с заместителем министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов господином Абдулой Аль Салехом. В начале встречи Артем Сдунов представил представителем Объединенных Арабских Эмиратов Республику Мордовия и познакомил с ее промышленным потенциалом. Главная цель встречи – обсудить перспективы развития сотрудничества между Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Глава региона отметил, что исламские государства становятся все более надежными партнерами нашей страны и нашего региона в частности. Результаты работы впечатляют. Доля экспорта республики в страны организация исламского сотрудничества составляет 55%. Отдельно остановились на презентации официального экспортера халяльной продукции. Ее выпускает птицефабрика «Чамзинская». Это предприятие с 2016 года производит продукцию высокого качества по стандарту халяль. Также стороны обсудили возможное сотрудничество в промышленной отрасли. Так, например, зашла речь об «РМ Рейл» – профиль предприятия изготовления грузовых вагонов, контейнеров и вагонного литья. Плайтера – еще один повод для гордости и потенциальный экспортер. Там изготавливают фанеру и изделия из нее. Компания «Биохимик» зарекомендовала себя как ведущее производство в регионе, а полупроводниковую продукцию изготавливают на электровопримителе. Глава республики Артем Сдонов пригласил коллег в Мордовию, чтобы познакомить их с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом республики более детально. Валерия Новикова, Народные новости. Обширная деловая программа делегации Мордовии на 15-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир» включала в себя и участие в панельной сессии, взаимосяясь пространственных данных, строительства и технологий в развитии территории. Об опыте республики в этом направлении рассказал глава региона Артем Сдунов. Тема пространственных данных, развитие технологий и строительства актуальна практически для всех государств. Так что совсем не случайно на международном экономическом форуме ей посвятили панельную сессию. Как с этими направлениями обстоит дело у Мордовии, рассказал Артем Сдунов. Он отметил, республика является адептом комплексного развития территорий. Сегодня это общая политика России, а Мордовия – пилотный регион по реализации многих проектов. Артем Сдунов подчеркнул очень значимо, что в республике используются точные, непротиворечивые данные. Они важны для инвесторов, для российских инвесторов, для зарубежных инвесторов. И, конечно, национальная система пространственных данных, она в полном объеме сейчас реализуется в республике Мордовия. Во-первых, мы практически полностью ушли от бумажного документа оборота. Наши данные видят финансовые органы, видят инвесторы, будущие застройщики. Нам становится удобно не только строить, но и принимать строительные объекты, показывать их инвестиционную привлекательность. В регионе подготовлено несколько площадок для комплексного развития территорий. Часть из них находится в столице Мордовии. Речь о строительстве в том числе и элитного жилья. В республике уже прилили в порядок нормативно-правовую базу в соответствии с всероссийскими и международными стандартами. Артем Сдунов пригласил инвесторов ознакомиться с потенциалом региона. Самое главное, что мы при любом строительстве обеспечиваем строительство социальной инфраструктуры. И больницы, и поликлиники, и школы, и, конечно же, спортивный объект. Отличный пример комплексной застройки – шестой микрорайон жилого комплекса «Юбилейный». Он располагается на территории, которая примыкает к стадиону «Мордовия-арена». Реализуется проект в партнерстве с Дом РФ. Артем Сдунов пригласил участников форума к сотрудничеству. Заверил, Мордовия готова к работе с инвесторами. Также глава региона призвал обратить внимание на стенд республики, где ярко продемонстрированы все преимущества строительства именно в Мордовии. Юлия Исайкина, Народные новости. Ну а в конце мая местом притяжения специалистов в сфере земельного хозяйства со всей страны станет Саранск. Столицей Мордовии уже во второй раз станет площадкой ежегодного межрегионального земельного форума «Мастер». Он пройдет при поддержке Росимущества. Какая программа ждет участников, знает Ирина Семенова и Дмитрий Малахов. Межрегиональный земельный форум «Мастер» впервые собрал в Саранске экспертов из разных уголков страны в 2023 году. Он стал отличной площадкой для диалога и обмена опытом. Вместе эксперты в области земельных и имущественных отношений находили решения насущных проблем и делились лучшими практиками, существующими в их регионах. Эффективность такой встречи подтвердила большинство участников, и форум было решено сделать ежегодным. На этот раз в столицу Мордовии приедут представители как минимум 60 регионов России. Первая очередная наша задача – поделиться опытом, рассказать, у кого есть какие наработки. Потому что зачастую бывают в одном регионе какие-то проблемы, которые не могут найти решение коллеги. Мы созваниваемся, делимся опытом и находим решение. То есть нам подсказывают коллеги, да, в каких-то решениях. Имея возможность встретиться на площадке, встретиться всем лично, увидеть друг друга, я думаю, это еще больше эффект даст. Работа форума будет проходить в течение двух дней с 27 по 28 мая. В качестве спикеров, всего их будет 40, выступят руководители федеральных органов власти, ученые и эксперты Росимущества. В программе общие пленарные заседания и шесть тематических секций. Они совершенно разнообразны. Это и что касается вопросов приватизации, управления земельным имущественными отношениями. Это и цифровизация, которая очень актуальна сейчас, потому что сейчас идет очень активная работа совместно с Гостехом по созданию единой платформы по управлению имущественными отношениями. Эта задача, она вообще очень важна для Российской Федерации. И уже есть пилотные регионы, которые в этом направлении работают. Конечно, тем регионам, которые еще не вовлечены, будет очень интересно этот опыт перенять. Регистрация все еще открыта. Подать заявку на участие можно на сайте www.masterm.ru. Адрес вы прямо сейчас видите на своем экране. Ирина Семенова, Дмитрий Малахов. Народные новости. Продолжение начатой работы. 7 мая, сразу после вступления в должность, президент подписал указ о национальных целях. В документе отражены основные векторы развития страны на ближайшие шесть лет. Там же поручение правительству разработать новые национальные проекты, которые будут наследовать те, что реализовывались с 2019 по 2024 год. Так, инициативы нацпроекта «Экология» продолжат в нацпроект «Экологическое благополучие». Об основных задачах и о планах его реализации в Мордовии нашей съемочной группе рассказал глава регионального Минлесхоза Адель Галиулин. Сохранение природных богатств и бережное отношение к окружающей среде – один из приоритетов. Ключевую роль в экологическом благополучии играет сортировка и переработка отходов. Этому в президентском указе о национальных целях уделено особое внимание. Необходимо сформировать замкнутый цикл сортировки стопроцентных твердых коммунальных отходов. 25% таких отходов должно использоваться как вторичное сырье. К 2036 году поэтапно в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ. Ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. И к 2036 году вдвое снизить объем неочистенных сточных вод. Мордовия по уровню экологического благополучия в зеленой зоне предприятия республики не наносят значительного ущерба чистоте воздуха и воды. А в рамках нацпроекта «Экология» за последние пять лет удалось ликвидировать несанкционированную свалку в Ковылкинском районе. Продолжается рекультивация мусорных полигонов в Рузаевском, Темниковском и Краснослободском районах. Большую работу планируют продолжить. Новый нацпроект сможет в этом помочь. Да, с несанкционированными свалками, к сожалению, у нас проблема есть. На сегодняшний день нами подготовлено шесть свалок по республике, которые готовы зайти в программу генеральной уборки с 2025 года. Мы будем над этим усиленно работать с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Кроме того, сейчас занимаемся совместно с администрацией городского округа Саранск по битумной свалке, которую тоже планируем включить в проект ликвидации с 2025 года, который называется «Генеральная уборка». Что касается чистоты рек, здесь тоже есть над чем поработать. У нас и некоторые ливневки на сегодняшний день впадают, если это городов касаются, в какие-то наши малые реки. Поэтому здесь перед нами тоже стоит большая задача – работать с хозяйствующими субъектами, выявлять первопричину, почему так происходит. Еще одна важная цель, обозначенная в указе президента – развитие экотуризма. В Мордовии у этого направления хорошие перспективы. Я считаю, что республике очень повезло. У нас два прекрасных места в двух разных уголках нашей республики. Это Мордовский наш государственный заповедник в Темняковском районе и наш национальный парк Смольный. Несмотря на то, что это федеральная структура, мы очень тесно взаимодействуем с руководством нашего заповедника. На сегодняшний день совместно продвигаем выделение грантов определенных для того, чтобы развивалась территория. Продолжится и работа по сохранению и восстановлению одного из главных богатств России, и в частности Мордовии – лесов. Все поставленные задачи в региональном Минлесхозе выполнить готовы. Ирина Семенова, Ирина Суконкина, Дмитрий Малахов. Народные новости. Горе может постучаться в дом каждого. Так случилось с 20-летним Дмитрием Демитко. В декабре прошлого года юноша попал в автокатастрофу. Закрытая черепно-мозговая травма, несколько операций, поставленные на паузу жизни, неподъемные суммы на реабилитацию. Силами неравнодушных волонтеров из организации «Добро-13» и активистов партии «Единая Россия» всего за две недели удалось собрать около миллиона рублей. А вместе с этой суммой Дима получил шанс на восстановление. О том, как даже самый небольшой вклад в сбор может изменить к лучшему судьбу человека, наш следующий сюжет. Шансов выжить после ДТП у Димы практически не было. Один процент из ста, говорили врачи. Сегодня у парня есть надежда на выздоровление, и все благодаря тому, что люди не остались безразличными к его беде. Яна Рудакова впервые встретила Диму еще когда он был в коме. Решение попытаться помочь было принято в ту же минуту. Я просто выложила пост ВКонтакте. Я, конечно, не ожидала, что так получится, что люди прям так откликнутся. Выложила пост, все поделились, перевели деньги. Все большие молодцы. Денежные средства были нужны на первый курс реабилитации порядка 600 тысяч рублей. Сумма очень огромная. Нами было принято решение, то есть мной, как представитель партии «Единая Россия» и нашим руководителем «Добро-13» Егором Митрошиным, выложить еще два дополнительных поста в своих социальных сетях для того, чтобы охватить большую массу людей, чтобы оказать помощь Диме. Таким образом, мы собрали вместо 600 тысяч порядка где-то около миллиона рублей. Многие переводили даже по 20, по 30 рублей. Это минимальная сумма. Максимально достигала тысячи, пяти тысяч. У всех финансовые положения абсолютно разные. Но даже вот эта небольшая сумма, она дала возможность, дала шанс Диме хоть как-то помочь, чтобы он поднялся на ноги. Партийцы и волонтеры, студенты и строитрядовцы, неравнодушные люди со всей республики и из-за ее пределов собирали средства без преувеличения всем миром. Для Димы и его семьи участие каждого – подарок судьбы. Хочу выразить огромную благодарность людям, которые помогли отправить моего сына на реабилитацию. Врачи дают положительные прогнозы. Впереди у Димы месячный курс реабилитации в Нижнем Новгороде. Вместе с ним едет его семья – отец и невеста. Яна Рудакова также будет сопровождать юношу, ведь тепло души, улыбка и слова поддержки ближнего тоже лечат. Кристина Стомин, Александр Овчинников, Народные новости. Помнить о Великой Отечественной войне нужно не только 9 мая. Мемориальный музей военного и трудового подвига в Саранске уже несколько лет предлагает всем желающим познакомиться поближе с историей родной страны не только с помощью школьных уроков истории, но и в интерактивном формате. О том, как устроены квесты игры, чем они полезны и нравится ли такой формат молодежи, расскажет Кристина Стомина. Исторические квесты стали уже привычной формой развлекательно-образовательного досуга для посетителей Мемориального музея. Механика игры позволяет за короткое время узнать интересные и важные подробности о том или ином историческом событии. В этот раз гостей ждал квест «Великая война. Великая победа». Это такая интерактивная форма патриотической работы с подрастающим поколением. Мы применяем ее в музее достаточно давно, уже, наверное, в течение двух лет. Самое главное, здесь присутствуют, я думаю, положительные эмоции, командный дух, вот эта вот сплоченность. И вообще всегда проходит такой дружеской, хорошей атмосфере. И я думаю, это одна из таких наиболее ярких и запоминающихся форм работы с молодежью. Разбившись на команды, вооружившись маршрутным листом, ребята приступили к выполнению интересных заданий. На одной станции нужно было сопоставить название картины с изображением. Несмотря на то, что подсказки были на самих картинах, угадать с первого раза историческое событие было непросто. Поломать голову пришлось и вспоминая даты ключевых сражений. Чуть проще посетителям далась станция с угадыванием предметов ушедшей эпохи. К слову, все экспонаты подлинны. Их в экспедициях добыли бойцы поискового отряда «Поиск». Выезжаем по местам боев 326-й стрелковой дивизии, которая была у нас сформирована здесь, в Мордовии. Раскопками занимаются и находят предметы, в том числе и личные вещи. Сейчас я вам раздам название этих предметов, и вы должны соотнести название к предмету. Мундштук, петлица, гильза. Несмотря на то, что эти предметы знакомы молодежи только по картинкам, опознать их ребятам не составило большого труда. Неплохо справились и с разборкой, сборкой автомата. Впечатления от квеста остались только самые яркие. Захватывающе. Вот мы прошли уже, получается, три станции. Было очень интересно. Больше понравилась станция с художниками, потому что они очень хорошо передали те моменты войны. Кульминацией квеста стал сбор пазла, на котором сформулирована главная идея – знать свое прошлое, чтобы построить будущее. Кристина Стомина, Народные новости. Житель Саранска поблагодарил сотрудников полиции за помощь в розыске украденного телефона. В ноябре прошлого года он написал заявление о краже смартфону его несовершеннолетней дочери. Полицейские разыскали вора, им оказался водитель такси. После задержания подозреваемый рассказал, что довез школьницу до нужного адреса. Выходя из машины, девушка выронила телефон. Водитель обнаружил его на заднем пассажирском сидении, но решил не возвращать владелицы, а оставил для личного пользования. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вину в содеянном мужчина полностью признал, а телефон полицейские вернули отцу законной владельцы. Большое вам спасибо. Это, во-первых, телефон моего ребенка, и поэтому здесь вся информация по учебе, и мы думали, что это все. Но, как оказалось, это очень приятная новость, когда вы нам сообщили по телефону. Приходите, разбирайте. В Мордовии много замечательных семей. Все они заряжают своей энергией, удивляют активной позицией и творческим потенциалом. Один из прекрасных примеров – Курышкины из Рузаевки. О своей дружной команде они решили рассказать на всю страну. Стали участниками конкурса «Это у нас семейная президентская платформа «Россия – страна возможностей». Наша съемочная группа побывала у них в гостях и узнала все подробности. Дом – полная чаша, а живет в нем большая и очень дружная семья. Под заботливым крылом мамы Гюльнары – дети Полина, Лиза и Коля, супруг Дмитрий и, конечно же, любимая бабушка с дедушкой – Галина Владимировна и Анатолий Петрович. Им всегда есть о чем поговорить. У них всегда много планов и идей, поэтому совсем неудивительно, что Курышкины решили поучаствовать в конкурсе «Это у нас семейная». О нем Гюльнара узнала из новостей в интернете, прочитала и поняла – конкурс о их семье. Надо участвовать. «Это прям все четко про нас, потому что мы тем же самым, что в конкурсе, мы занимаемся просто в жизни. Мы, во-первых, всегда вместе». «Конкурс. Ну, нравится мне, когда отвлекаюсь от своей работы, что-то новенькое. На детей смотрю, как они себя ведут. Что-то познавательное, что-то новенькое. Ну, интересно, интересно». «Поддерживать друг друга, да. Вот это вот самое главное, мне кажется, что вообще в семье может быть. Это поддержка. Когда… Ну, вот всякое бывает, конечно. Мы там где-то и спорим, где-то и что-то. Но главное – это ощущать за собой стену каменную, в которую можно опереться. И вот из этого, мне кажется, растет счастье, когда можно… Когда ты знаешь, что у тебя есть родные люди, которые тебя всегда поддержат и будут рядом». В дистанционном этапе Курушкины показали себя на твердое отлично, с большим воодушевлением и удовольствием выполнили все 25 заданий. И с замиранием сердца ждали результаты. В итоге семья в числе полуфиналистов. Жюри впечатлили своей энергией и творческим подходом. Таланты раскрывали самые разные. Участвовали в спортивных эстафетах, в интеллектуальных конкурсах и викторинах. Показывали кулинарное мастерство. Проводили добрые акции. Записывали видеоролики с важной информацией. «При пожаре лучше всего передвигаться не стоя, а как можно ближе к полу, потому что весь дым будет находиться сверху. А еще при пожаре важно дышать через любую влажную ткань. Или через руках одежды». Главная гордость семьи – подрастающее поколение. Дети в семье Курышкиных очень талантливые. Полина увлекается журналистикой, литературой и искусством. Лиза интересуется музыкой, играет на фортепиано. Особенно здорово, что обе девочки – победительницы федерального конкурса «Большая перемена». Вслед за сестренками к вершинам стремится и Коля. Интересов у него тоже немало. Среди них спорт и актерское мастерство. Ребята признались, участие в конкурсе их только сблизило. Сейчас они готовятся к следующему этапу – к полуфиналу, который состоится в конце мая в Уфе. «Хотели показать то, что мы дружны. И, в принципе, надеюсь, что нам это удалось, потому что прям как-то максимально-максимально старались это показать, все рассказать и в каждой секундочке любого видео отразить». «Мне очень понравилось снимать различные видеоролики. Я хочу очень поехать и там с кем-нибудь познакомиться». Успешным участием в дистанционном этапе стало во многом благодаря бабушке и дедушке. Они с радостью подхватывали каждую идею. «Было весело и интересно. Ну, теперь ждем полуфинал. Постараемся показать Мордовию на высшем уровне и Розаевку». «Внуки нас все стимулировали, чтобы мы такие были шустренькие, не старели бы долго. Поэтому это очень интересно было нам». Желаем дружному и талантливому семейству большой удачи. Такими семьями, как Курышкины, гордится вся республика. Юлия Исаикина, Александр Овчинников, Народные новости, Розаевский район. Семья Фест в Мордовии. Совсем скоро республика присоединится ко Всероссийской неделе семьи. Событие проводится в рамках года семьи, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Какие активности ждут жители столицы и районов Мордовии, расскажут Михаил Мазанов и Дмитрий Малахов. Масштабный фестиваль традиций и семейных ценностей стартует в Мордовии уже 19 мая. Жители республики ожидают 8 ярких и насыщенных дней. Свои двери для посетителей распахнут музеи, театры, досуговые центры и другие социальные и культурные учреждения. Каждый из них подготовит свою уникальную программу. Например, Республиканский краеведческий музей будет удивлять участников творческими проектами, познавательными интерактивами, просветительскими акциями, национальным колоритом и традиционными мордовскими забавами. Одна из таких игр, которая пользуется популярностью, это продажа лаптей. Называется она. Выбирается игрок, который должен заинтересовать и привлечь аудиторию, покупателей, так скажем, к лаптям. Такая игровая форма, опять же, умение подать себя и подать продукт, который ты представляешь. Концерты, интерактивные выставки, художественные перформансы, а также семейные спортивные эстафеты и состязания, патриотические акции и разговоры о важном. Активностей запланировано очень много. Занятие найдется для каждого. Но самое главное – семейное единение и счастливые минуты в кругу родных и близких. Все дни фестиваля поделены на блоки и имеют тематические названия. Завершится семья-фест масштабным концертом творческих коллективов Саранска в Пушкинском парке. Будут различные тематические зоны, то есть это различные игры как для детей, так и для родителей. И семейные игры, и спортивные игры, и творческие мастер-классы. А также будет проходить парад семей с флешмобом. Всероссийская неделя семьи «Семья-фест» в Мордовии приурочена к Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Организаторами выступают правительство Мордовии совместно с Организацией объединений семей с детьми «Много дети». В дальнейшем неделю семьи планируется проводить ежегодно в преддверии Дня защиты детей. Михаил Мазанов, Дмитрий Малахов. Народные новости. В здании Мемориального музея прошел исторический час на Федюнинских холмах «Тишина», посвященной 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Его гостями стали учащиеся и преподаватели саранских школ. Что нового узнали ребята о Крымской операции и какие знания освежили в памяти, расскажем в сюжете. В актовом зале Мемориального музея ребятам рассказали о важности Крымской операции 1944 года. Из рассказа научных сотрудников и документальных фильмов, где более подробно описаны исторические события, ученики школ смогли в деталях узнать, какой ценой советский народ освободил Крым в годы Великой Отечественной и какие исторические артефакты были найдены на месте раскопок. Цель подобных мероприятий еще раз вспомнить героические страницы истории Великой Отечественной войны. Ведь память, она передается из поколения в поколение. И именно на примерах героических защитников нашей Родины мы и воспитываем нашу молодежь. В качестве приглашенного гостя выступил ветеран педагогического труда Алексей Панков. В своей речи он рассказал, как освобождение Крыма в 1944 году перекликается с современностью. Стоит отметить, что Крымской операции была посвящена книжной выставке, напрямую связанной с событиями 1944 года. Очень важно посещать такие мероприятия, потому что мы должны знать историю нашей Родины, особенно Великой Отечественной войны. Это очень важная страница для нашей истории. Ведь, как говорят, если не помним прошлого, не будет и будущего. Хранить память о героях, защищающих Родину, задачи важные для всех и каждого. Для молодого поколения это возможность углубиться в историю, познакомиться с теми, чьи героизмы по сей день пример для подражания. Ксения Заварюхина, Народные новости. Закружиться в вальсе в ближайшее время предстоит не только выпускникам. 8 июня в Саранске грянет молодежный бал, посвященный 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Перед тем, как состоится само торжество, участников ожидает множество репетиций. На самый первый из них побывали мои коллеги. Бальные платья и полное погружение в атмосферу XIX века еще впереди. Ну а пока участники оттачивают мастерство движений на репетициях. Пушкинский бал – событие традиционное, участников ожидается около сотни. В основном это школьники, студенты, представители молодежных патриотических объединений. Для многих из них предстоящий бал станет уже не первым. Мы участвуем уже второй год подряд. Я помню, как первый раз мы сюда пришли. Нам очень сильно все понравилось. Это было красиво, эстетично. Сразу же влюбились в атмосферу данного мероприятия, в организацию. Все было очень хорошо оформлено. Также атмосфера, как я уже сказал, хороший коллектив, хорошие преподаватели. Организаторами бала выступает Госкомитет по делам молодежи Мордовии, Республиканский молодежный центр, Гражданско-патриотический центр и Союз православной молодежи Мордовии. Данное мероприятие проводится в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в Республике Мордовия «Регион для молодых». Несколько лет назад я также была участником Сретенского бала, подобного бала, подобного формата. И вот в этом году мы являемся организаторами. Репетиции бальных танцев еще не все. Для полного погружения в атмосферу бального вечера участники пройдут серию мастер-классов, направленных на развитие духовно-нравственных чувств, знакомство с этикетом. В центре внимания будут темы, одинаково полезные и юношам, и девушкам. Им интересна история России, им интересна культура, им интересна платье, атмосфера того времени, именно пушкинского времени. Поэтому я думаю, что у нашей страны есть будущее, если у нас есть такая молодежь. Еще не поздно присоединиться как в роли участника, так и зрителя. Стать участником приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Узнать подробную информацию и присоединиться можно, оставив заявку в официальном сообществе Пушкинского бала в Саранске в социальной сети ВКонтакте. Сам же бал пройдет 8 июня в паломническом центре Макаровского мужского монастыря. Дарья Боронина, Анастасия Кулагина, Народные новости. Настоящее искусство представили воспитанники воскресной школы храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». «Дорога и добра» — это спектакль, который пришелся по душе не только зрителям, но и самим актерам. Представление прошло на сцене Дворца культуры и искусства МГУ имени Огарева. И 16 мая уже во второй раз. Подробности о спектакле далее. «Дорогу и добра» шагали знакомые всем с детства персонажи сказок об изумрудном городе. Мало кого может оставить равнодушным история Эли и ее верного друга Татошки, с которым она попадает в волшебную страну. Акцент на христианских мотивах, вечных ценностях, победе добра над злом сделан ненавязчиво. Зрители учат как бы между строк. Мастерская игра юных актеров, красивые костюмы и декорация — лучшее доказательство долгой и усердной подготовки. Давай попросим Господа помочь. Попросим за тебя смелости. А я попрошу ума, а я за сердце. Примите меня в компанию. Если бы у меня было хотя бы чуть-чуть смелости. К премьере готовились несколько недель, и эти старания зрители оценили. На сцене ДКИ прошел второй по счету показ. Зал был снова полон и не жалел оваций. Такой успех во многом заслуга наставников юных артистов. Они на своем примере и через свой опыт прививают подрастающему поколению не только актерские навыки, но и христианские идеалы милосердия. Причем вот так вот живо и творчески, с помощью спектаклей и других интерактивов. Валерия Новикова, Народные новости. Несколько сотен любителей спорта готовятся выйти на старт в эти выходные. 19 мая уже восьмой раз пройдет всероссийский полумарафон «Забег РФ». Одновременно на старт выйдут участники во всех регионах России и в шести странах зарубежья. По прогнозам, спортивный праздник объединит более 165 тысяч легкотлетов, профессионалов и любителей. В Саранске площадкой уже традиционно станет территория стадиона «Мордовия-арена», однако не только она. Организаторы рассказали, какие особенности дистанции ждут бегунов в этом году. Ирина Семенова и Станислав Семин о главном в деталях. «Забег РФ» – всероссийский полумарафон, который ежегодно объединяет любителей спорта всех возрастов и уровней подготовки. На выбор четыре дистанции – один, пять и десять километров и непосредственно полумарафон – 21,1 километра. В этом году новый маршрут. От «Мордовии-арены» побегут по набережной Инсара, затем свернут на мост по улице Александра Невского, далее путь пройдет по улицам Московская и Рабочая. На Советской площади участники «Забега» развернутся и по обратному маршруту направятся к финишу на «Мордовию-арену». Первый старт на две длинные дистанции в 9.00 по Москве участников «Забега» просят прийти на стадион заранее. Своя дверь из стартовый финишный городок распахнет уже в 7.30. Чтобы сориентироваться, где раздевалки, где туалеты, как будет проходить регистрация, потому что 10 километров и 5 километров побегут с чипами, и поэтому надо еще получить чипы. В 9.30 на старт выйдут участники «Забега» на 5 километров, а в 11.30 – те, кто решил пробежать километр. В последней группе также особые спортсмены и дети с ограниченными возможностями здоровья. В каждом «Забеге» вместе с любителями – профессионалы, титулованные спортсмены. Ольга Каниськина стартует на километровой дистанции. На данное мероприятие я рекомендую прийти всем тем, кто хочет бежать, и даже тем, кто не любит бегать, просто для того, чтобы зарядиться энергией, позитивом, который обычно присутствует на таких мероприятиях. На самом деле такие мероприятия всегда очень заразительные, и если вам не нравится бег, но вы придете и увидите, с каким увлечением люди занимаются этим делом, вам обязательно захочется попробовать. А вот Денис Нижегородов испытает свои силы в самой сложной дистанции полумарафоне. Уже волнение такое начинается, приятное волнение, когда будешь бежать по улицам родного города с любителями бега, с земляками. И здесь, как уже было сказано, и стар, и мал, и люди разного возраста, разной подготовки, но все едины в порыве бежать в одно время, по одной дороге. В каждой возрастной категории на каждой дистанции выявят победителей и призеров, но с пустыми руками не уйдут даже те, кто придет к финишу последними. Такие медали получит каждый участник, а на память о спортивном празднике останется еще и фирменная футболка. Кроме того, снова в рамках большого забега пройдет традиционный фестиваль районов. Самые быстрые муниципалитеты получат призы. А год семьи решили отметить еще одним дополнительным зачетом. На старт в семейном забеге готовится выйти как минимум 40 мам, пап и их детей. Регистрация на всероссийский полумарафон «Забег РФ» продолжается. Оставить заявку на участие можно на одноименном сайте. Адрес вы прямо сейчас видите на экране. Ирина Семенова, Станислав Семин. Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.